добрый день дорогие друзья мы начинаем эфир передачи Максим Кравченко сделки недели на американском рынке Максим добрый день добрый день я так понимаю что неделя на американском рынке была бурной и та неделя и вчерашний день был такой на мой взгляд очень веселый как у вас получилось заработать на этом на всем предыдущая неделя была достаточно неплохая но не скажу что вся неделя была хорошая но были дни немножко качнули рынок вышли уже из этой проторговки по СНП на дневке соответственно и появились акции хорошие вчера тоже день был неплохой но пока что все-таки я жду какого-то рынка получше движение есть но большинство движения они происходят с утра на что вы рассчитываете рынок получше трамп или отчетность или еще какая-то третья сила отчетностью в принципе это уже в разгаре сезон отчетов то идет сказать чтобы как-то он бурно проходил не скажу рынок он не двигает акции даже если отчетные отчетных акций много но движение от них сильных ждать не приходится как-то да вот бросают акцию там гип-ап или гип-даун какой-то сильный ну и все и акции останавливаются я больше жду наверное что трамп все-таки как-то как-то будет влиять на рынок и будут будут качать слушайте а почему отчетность так вас подводит обычно же отчетности самое хлебное время было я помню вы готовились так настраивали специально а почему сейчас так пока что мне не нравится то что отчитывается акции хорошие появляются на то есть акции отчитываются то что ты планируешь торговать тот кто какие-то там уровне наметил где бы ты взял то есть весь этот потенциал по крайней мере я пока что не попадают меня в какой-то я не в ритме с рынком я не попадаю то что я отбираю для себя она уже этот потенциал проходит или гип-апом гип-ап гип-даун все мне уже ничего не оставляли аня звери звери ясненько максим ну что вам слово давайте посмотрим как прошла неделя да сейчас включая есть экран да видим хорошо окей так начнем как раз таки вторник недельник мы видели по моему сюда понедельник мы смотрели на прошлом разборе вот собственно начинаем с двадцать четверого числа это вторник отчитываю отчетная yahoo торговали я прошлый раз рассказывал идея ну во-первых акция отчетная во-вторых удержали ее на на фигуру на уровне на фигуре на уровне премаркета и такой маловажный фактор которым я прошлый раз говорил это латы на аферах которые в которых сторону которых я вхожу собственно брал yahoo толстая акция объем тут солидный торгуется брал ее много забрал 40 центов но на хорошем объем но яху то для яху в принципе 40 центов это хорошее движение и и пи это как раз таки идея с лотами которая не сработала то есть стояли лоты 171 170 я ее подбирал в сторону лото вынесли когда меня вынесли ну вот на движение вниз на районе 10 20 вынесли вернулись обратно там я уже стал понял что ну когда уже вижу что не пускают не пробивают перевернулся бывают идеи не работают сторону лота то есть риска было немного переворачивался выходил уже по ходу движения по уровню тоже и и пи принес больше всего денег в этот день айлен давай вот никуда вернее пошел в другую сторону потянулся за рынком хотя ситуация неплохая была он пробил хороший уровень на дневке видим я такие ситуации люблю вот пробили но не удержали его там потянули за рынком объема не было вот сейчас такая проблема на мой взгляд что объемов рынке все таки мало и dx тоже движение не продолжили не удержали перевернулся практически там опять же такие сработали в ноль и айби вот и дед отработала себя в принципе тоже пробили важный уровень удержались импульс произошел забрали мы принципе где-то доллар и айби где себя отработала ай о н с тоже биотехнологии тоже самое хороший уровень был пробит уже днем ранее на сильном рынке рынок об у нас открывался и акция за рынком сразу же с открытия не потянулась ниже закрытие открыл открыл открывалась и стали прижимать к фигуре тоже повезло что бы таким еще дополнительным фактором были латы которые ориентируют часто ну сейчас вот частенько сейчас начали латы появляться они точно точно так же наверное какие объемы их может и не быть вообще можно сидеть к примеру там я не знаю за месяц и ситуации ни одной не видеть вот в этот день было таких ситуаций прилично ну собственно забрал в районе доллара с а у нас рди ю с тоже биотехнологии тоже хороший уровень пробили тоже удержание есть под фигурой и объемы были но акция ну то есть видите я взял ее от фигуры я сидел в шарте она и стоп не срывает то есть и за рынком не тянется но в то же время она и не сделала даже движение 50 центов собственно закрыл ее просто потенциал которые были закончил день день по моему на рдс rmd ситуация тоже отчет был гпп акция как бы этот гпп и подтверждал ее не стали сливать она сразу же начала двигаться наверх закрепились за фигурой 70 на 71 тоже были афера вот но не смогли не отработала идейка и причем очень быстро все произошло и даже там у меня не было возможности не переворачиваться не смене по не передумать идею потому что как раз таки я ее взял покрылся с небольшим плюсом но видел что уже не идет она и пока дальше ждал хотя бы немножко рынка вверх чтобы увидеть что больше не будут пускать шипы наверх не будут уже перебивать х и я бы мог ее заширтить но не не давали такой возможности просто сразу и сбросили ничего не удалось заработать wrk такая же идея как и yahoo она новостная была хороший очень хороший уровень пробила вот на откате когда она на 54 50 остановилась подбирал в сторону еще еще одна попытка выход на day high фигура 55 тоже там были латы но к сожалению импульса не произошло обычно это сильнее когда разбирают такие латы то немножечко еще отдают импульса и там приходит еще бонусных от 15 до 30 центов может быть бонусов следующий был трейд по тренду уже держали акцию я надеялся что ну важный уровень пробили рынок очень сильный и все-таки потянется акция на своем полтайм хай все не ошибаюсь не видно но после того как она несколько раз просто не смогла пробить не смогла выйти из своей проторговки да при том что рынок постоянно обновляет свои локальных и и он идет выше выше не смогли выйти из проторговки и уже на очередном пробить и локального хайпа рынку я покрыл позицию не было смысла сидеть ну собственно правильно сделал потому что был бы стоп xpn xpn это кстати идея следующая была утро xpn уже не вспомню но покупал какую-то компанию соответственно когда происходит поглощение когда одна компания покупает вторую компанию то компания которая выступает покупателям она как правило падает ее сливают причем сливают где-то в район 10 минус 10 процентов ну естественно раз на раз не приходится потому что приобретение может быть выгодным либо же компания очень крупная и покупают там за скажем если капитализация там пару миллиардов и покупают за пару миллионов это такое ни о чем но если же как у компании там капитализация 5 миллиардов и не покупают кого-то за два с половиной миллиарда ну это соответственно расходы прилично xo n сделал не очень хорошо он меня высадил и потом свалился поэтому xo n потеряли но вот в принципе 24 было много трейдов было пару неудачных трейдов в целом где-то тысячи долларов плюс-минус заработали и на том спасибо дальше среда опять же такие новостные акции акции которые пробивают важные уровни ученикам говорю и кто кто начинает не нужно просто так вот бездумно брать когда идет на акции движения да и в движении вскакивать когда акции летит то есть если я вхожу я прекрасно понимаю почему я скажу потому что были лоты и любая остановка откат ну тут уже есть наверное такой опыт в работе вот в этой с лотами когда ты видишь что за тобой сильный бит кто-то степает там скрытым видом когда происходит откат и когда этот бит возвращается то есть тут много таких факторов не просто графического анализа там сила слабость тут больше поведения level 2 в ленте мне тяжело объяснить это на словах или на графике то есть это нужно видеть для этого нужен опыт сергей и забрали немного буквально полпоинта лмт компания которая занимается строительством производством истребителей как раз трамп там то ли что ли предложил заморозить или даже подписал указ о том чтобы заморозить программу по моему f35 истребителя вот но и собственно сейчас лмт так туговато приходится его сливают очень часто на сильном рынке акцию просто постоянно степают то есть рынок идет все время на наверх он обновляет локальный хай акции уже постоянно удерживают и не дают ей перебивать локальный хай не то чтобы даже локальных она даже не может отскочить у нее каждое движение рынка наверх она происходит она реакция происходит на эти движения наверх такими полками торговочками собственно шертил на удержание на степи вниз когда увидел дальше добавлялся выходил перед фигурой и также уровнем на старшем таймфрейме на часе плохо видно там было бы лучше видно на 15 минутки то есть предыдущий день там были неплохие уровни с которых акцию сильно очень выкупали 249 50 где-то вот эта зона акция дорогая плюс спредовая поэтому зоны у нее к примеру там шипы они могут быть по полпоинта и по 70 по по 70 центов соответственно уже там за полпоинта нужно начинать выходить из позиции дальше допустил ошибку бывает не робот уровень был сильным и соответственно начал потихоньку набирать акцию на разворот уровень сильный думаю ну где-то она от этого уровня будет уже разворачиваться не дожидаясь ни рынка ничего просто взял небольшое количество соответственно сразу меня наказали высадили все я это понял хорошо дальше вспомнил все там то чему учу дождался когда мы все-таки уже остановим это падение начнется удержание и соответственно отработал этот лосс еще и заработал вот на последнем трейде на разворот забрал поинт и лмт оставил в покое lrcx тоже моменте я видел что по 116 вот кстати заметьте я четко помню это и еще говорил в офисе ребятам посмотрите лрcx 116 стоят лоты там по моему 100 чем-то лотов было то есть то ли 16 то ли 160 лотов 16000 акций либо 12000 вот где-то так когда начали акцию удерживать можно было стоп хороший поставить объем в этой проторговки выходил и акцию не начали сливать как только бит вернулся за фигуру 115 соответственно я начну я купил купил акцию как минимум был у меня потенциал это 50 центов ближайший хотел сидеть до 116 покрыл часть позиции в этот день немножко меня отвлекали и пропустил я вот момент когда сейчас скажу вот момент когда вот 116 116 откатили на 115 50 вот был очень хороший момент с отката взять акцию уже с расчетом что будем пробивать 116 ну и вот кстати 23 цента этих бонусов о которых я говорю то есть 50 центов 100 процентов забираете но ждете разбор лотов и импульс там 15 20 30 центов происходит можно было ларси их торговать еще и еще но меня отвлекали и практически все движение пропустил и на уси это тоже акция связана с оборонкой помню чем они занимаются тоже слабо выглядит на сильном рынке спустили ее во первых она в минусе торгуется дальше стали прижимать к дейлоу плюс ко всему удерживали ниже фигуры 231 при очередном пробитии на рынке и удержание на акции заширтил забрал небольшой импульс полпоинта nsc тоже ситуация сейчас с утра слотами часто ситуации бывают внутри дня достаточно раньше был был было очень мало таких ситуаций вот в этот день когда рынок был сильным вот хороший рынок был мы вышли с проторговки вот в этот день прям было очень много ситуаций все себя отрабатывала ну отлично то же самое вот казалось бы брал высоко акцию ученикам говорю нельзя так делать но это не просто так не вскочил это опять же таки ждал были латы на фигуре и дожидался вот здесь уже дожидался рынка как же мы будем реагировать откат хоть что-нибудь я имею ввиду слабого рынка вот как только дождался хотя бы малейшего серьезного движения вниз набрал позицию все рассчитывал только на вынос 120 опять же таки где-то было запасы у меня 50 60 центов но забрали немножко больше за счет того что пробили 120 и произошел импульс ну акция конечно прошла еще больше до в этот день тоже закрыли чуть больше тысячи долларов спасибо следующий день по моему а помню торговали в ноль на даже даже на конфеты не заработали рынок стоял целый день это по моему пятница если не ошибаюсь было в четверг у меня разбор трейдов и на разборы на разборы приходят все если скрины делают не все дневники ведут не все то на разборы приходят все ученики так работы получается много вот поэтому двадцать шестого у меня даже у меня и трейдер будет за двадцать шестого двадцать седьмого пятница видите что рынок опять берется за свое рынок просто пилит под конец дня пытался торговать такие идеи уже для того чтобы для того чтобы сработать в ноль что ли найти нашел идеи которые уже без рынка можно торговать то есть рынок слабый от рынка подтверждений никаких ты не дождешься для этого сильный уровень ищу примеру на часе либо на дневке акцию растянули к сильному уровню покупать ее в пятницу вечером вряд ли кто-то будет впереди выходные рынок слабый ну вот в расчете на это и покупал уже продавал вернее сечки пиво что будут под закрытие хоть что-то покрывать и будет будет движение импульс даже если он будет там незначительный в пол процента 0 2 процента этого будет выше крыши привлекло то что акция торговалась вот на хаях про торговки дальше эту про торговку степнули ниже и стала она торговаться ниже про торговку вот это было это был такие такой заключительный момент шаркил никуда не пошла акция так ничего не произошло кей эл эйси спрашивали у меня многие что я пожадничал возможно так и произошло хорошее кстати кто-то из учеников нашел вот эту акцию класс утром на вот запилах на рынке когда рынок спускали ниже 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 акцию степали потихонечку очень ровно степали степали наверх последний момент практически написали его в чат купил 88 стояли лоты я же естественно придерживаясь стратегии ждал разбора этих лотов не забирался акция давала point вот 87 88 я не забрал этот point когда спустили на 87 добавился еще немного в расчете на то что все-таки пойдут под закрытие разбирать разберут эти лоты даже есть они импульса сильного не будет но никуда не пошли закрылись закрылись как когда пробили фигуру то есть тут я уже стоп подтянул за фигуру и закрылись там по небольшому стопу можно назвать это жадностью и ошибкой я бы так сказал и rjo сильная акция сделала откат откат меньше 50 процентов уровень пробили тоже небольшой импульс забрали если чьи даблую не пошел тоже выше опять же таки рынок слабый сильная акция причем торговалась выше уровня предыдущего дня вот да и хай предыдущего дня не продолжила движение спустили на этом все закончилось тоже получили 100 и тоже последний трейд под конец дня вместе с htr делал это акция у нас опять же таки да на что был расчет ее предыдущий день очень сильно слили на закрытие сейчас если смотреть в таком разрезе 30 минут часа сейчас это просто у нее полдня происходил откат кого-то более крупного движения и очень четко заметно без рынка без ничего что по 150 в период там ланча как его называют либо же обед никто не уходил то есть кто-то лимитный ордер как поставил на продажу и он просто стоял железобетонно по 150 фигура 150 рынок слабый рынок наверх у нас сейчас не будет разрываться и соответственно не будут выносить там латы и не будут наливать ему в этот ордер продавец никуда если не уходил во время обеда на таком слабом рынке ну не могут его просто так разобрать некому просто ну собственно ситуация по акции вообще в течение дня то есть это рейнджовая ситуация потому что мы сначала сходили вниз потом наверх все отыграли практически вот собственно надеялся то что либо продавец будет на закрытии что-то пытаться еще продать либо же те кто набирались разбор этого продавца ланге открывали будут покрывать позиции тоже под закрытие и и в сумме это все сделает вот такое вот нисходящее движение забрали забрали практически центов 70 до 70 центов возле фигуры я выходил таким образом сработали в ноль не помню 33 доллара плюс а там минус комиссия вот получилось где-то минус 11 долларов или что-то такое по итогу дня вчерашний день было несколько с утра неудачных трейдов вот в их числе и джиди джиди не отработал себя ничего интересного рынок рынок с утра хорошо спустился но потом опять же таки стал и практически целый день стоял в рейндже а элемент биотехнологии пробили хороший уровень держались под уровнем заширтил когда никуда они не пошли перевернулся добавился забрал вот такое движение можно сказать это не движение это больше недоразумение чем движение нтп акция новостная тоже не отработала себя слили очень сильно продавили не удерживали не гнот пытались удержать на лоу пытались удержать на фигурах ничего все равно продавили за рынком удержали уже намного ниже фигуры после чего только пошли наверх то есть плохо пока что отрабатывают себя даже новостные акции PVH торговалась на слабом рынке ее сразу же стали возвращать в ее диапазон на часовике на дневке то есть она не пошла ее не стали ее сливать дальше пробивая там все уровни ее просто возвращают обратно в диапазон в принципе там даже в течение нескольких дней она опять может сходить к сопротивлению возможно потом опять будут сливать то есть это ситуации когда буксуют акции в рейнже пока на нее не выйдет отчет и она с этого диапазона не улетит на следующие свои какие-то ценовые уровни брал просто по тренду ситуация хорошая рынок слабый каждый лоу рынка он отрабатывается лоу на акции не перебивается вот дальше уже стали прям поджимать акцию то есть тут даже малейшие вот этих два движения на рынке они вообще никак не отображаются на акции то есть четко ее удерживают уровень собственно забрали импульс тоже в 70 центов ROK оставалась слабая акция сливали вместе с рынком было было куда ей падать еще было куда сходить то есть она могла на 148 второе движение еще раз делать хотя бы это где-то тоже в районе доллара потенциал был но рынок вверх шел ее держали ничего с этого не получилось то есть движение не пошло ну вот удержание проткнули буквально пару центов и сразу же вернули обратно вниз в идеале должны были пробивать и закрепляться ниже для того чтобы еще дальше движение произошло этого не происходит соответственно такая же идея будут срабатывать стопы что-то будет покрываться будут возвращать обратно забрал движение в другую сторону ртн ртн неплохая тоже ситуация была слабая акция и очень крутая ситуация практически то по дню был рейндж то есть сходили вверх отработали вниз и торгуемся в рейнже но очень классно что что ее поставили ниже day low и удерживали там меня высаживали постоянно неправильно ставил стопы идея была правильная но зашортил меня высадили плохо видно но постоянно выносы были все выше и выше то есть один раз вынесли выше я перезашел поставил риск еще дальше за предыдущий вынос вынесли и даже и дальний стоп собственно потом только сходили 50 центов это такая неприятная ситуация с wk два трейда неинтересных держали но акция не сходила не сходила покрылись было два покрытия практически там небольшой плюс или в ноль вот tpx tpx новости новостная акция акцию сбросили на 26 процентов такие акции многие акции да вот там сбрасывают очень сильно просто и при этом всем такую акцию уже очень рискованно торговать потому что в прошлом году меня такие акции очень сильно наказали потому что есть аптекрул и стопы срабатывают иногда по очень плохой цене проскальзывание сумасшедшее из этого аптекрула собственно тут мы забрали немного денег вовремя вышли да не пробивали там уровень дальше акция пошла вниз что касается шарта акцию можно зашартить возможно с трудностями то есть нужно постоянно лимитоваться чтобы произошел аптеки и дали тебе позицию но тут такая ситуация когда ты берешь лонг тебя есть риск в том что тебя очень плохо закроет по стопу если же ты шартишь акцию то для того чтобы вот кому-то еще сбрасывать позицию очень часто в аптекрульных акциях выносят очень очень такими сильными импульсами на которых набирают позицию наоборот таки тот кому надо много сбросить происходит очень сильные выносы я на прошлой неделе показывал уже акцию могу сейчас найти ее сейчас надо время наверное не помню что это был за тикер но в общем выносы бывают очень сильные сильными и собственно риски есть как и для лонгов так и для шартов а вчера это были все трейды сейчас я начал торговать с учениками с учениками с учениками в каком плане то есть такой решил сделать эксперимент денег денег заработали но чтобы с учениками попробовать себя я поставил себе лимиты такие же как учеников то есть объем лимит вот это все точно такое же как и учеников хочу так проторговать хотя бы неделю для того чтобы и показать что можно что это все не просто там просто придумано или где-то там с неба взято можно так торговать и те уровни в принципе которые я обозначил по этим уровням можно работать и нужно нужно эти уровни пройти для того чтобы потом можно было бы брать и 500 и 1000 шерст больше я понял вас ясненько спасибо большое максим вопрос от алекса я вижу акции нас так ай ай эй 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 анна михаил гли технология амген амген что скажет хороший уровень скажу что есть для меня такая акция будет интересна когда она пробьет сто пятьдесят семь да сто пятьдесят семь сто пятьдесят семь двадцать пять вот я такие акции отбираю себе в том случае да или замечаю внутри дня их когда она пробивает этот уровень я ее начинаю торговать либо же когда она вниз улетит и пробьет сто пятьдесят пятьдесят пять вот еще есть один уровень то есть она волатильная в рейнже я бы я не смотрю сейчас акции мне сейчас и рынок в рейнже есть еще братья акции в рейнже но это просто можно заторговаться можно искать акции которые пробивают важные уровни пока она в рейнже но не стоит ее и трогать куда она может сходить не знаю потому что она полностью сделала движение за рынком точь в точь ну один в один рынок спускали акцию спускали возвращался рынок возвращалась и акция все вот рынок немного сходил вниз то есть полностью движение повторяются потому что акция в рейнже и движение эти они так или иначе там с направкой с корректировкой они будут двигаться эти движения будут повторяться за рынком вот вот когда пробьется уровень 157 либо же даже 158 вниз ну тогда будет потенциал 150 сейчас 157 вверх будет потенциал в как минимум в 2 поинта будет то и больше ну если будем пробивать 153 то где-то 3 поинта есть вниз потенциал сходить вот эти уровни уже можно смотреть 153 157 а когда будут пробивать 150 и 159 то может быть движение там и 2 и 3 это уже необычное движение не среднее будет это будет очень хороший день ударный сейчас на таком рынке это предпочтительнее ждать важных уровней потому что все в ранже большинство акций в ранже ясненько понял вас спасибо спасибо ну что давайте тогда остановим демонстрацию рабочего стола у меня еще один вопрос есть Максим вчера обсуждали тему вашего введения часового эфира в октябре всем понравилось спрашивали меня возможно ли повторить это в феврале как у вас настроение можем ли так же поторговать в феврале с вами в феврале сейчас затрудняюсь ответить не знаю еще какие там планы на февраль ясненько у меня где-то в обучении начинается в феврале но вообще без проблем можно какие проблемы но нужно с временем определиться время такое же с пяти до шести мы торговали так же и сделаем да то есть по Нью-Йорку это мы с десяти до одиннадцати торговали ну да сейчас на час назад получается по Нью-Йорку получается с девяти до десяти будет немножко раньше да не ну биржа открывается в девять тридцать и через полчаса мы начинали трансляцию о то есть получается надо делать сейчас разница сколько в восемь получается надо делать семнадцать тридцать по Москве это будет с шести с восемнадцати с восемнадцати ноль ноль до девятнадцати ноль ноль если я не ошибаюсь Вы хотите начать через полчаса после начала торговли, вам так удобнее? Мне удобнее. Или прямо на открытии лучше начинать в 17.30? На открытии нет, я не всегда торгую на открытии, прямо с 9.30. Если есть такая возможность, можно было бы с 9.30 и до 11.00, то есть это будет полтора часа, возможно. Сейчас, подождите, время, сейчас я смотрю, уточню, потом мы что-то как-то запутались. Время, Нью-Йорк, давайте все-таки вместе мы этот вопрос. Сейчас там 6 часов 10 минут, то есть получается разница у нас 8 часов. 9 часов 30 минут у нас будет 17.30, правильно? Да. Получается, чтобы торговать как год назад, нам надо торговать не с 5 до 6, а с 6 до 7. Да. Да, да. Или, допустим, с 5.30 до 7.19, как вы предлагаете, да? Ну, или так, да. Ну, я к тому, что вам прямо на открытии начать эфир будет удобно, да? То есть, в принципе, вы торгуете с открытия. Вообще без проблем, но если это будет час, если это будет час сразу после открытия, то, возможно… Сделок не будет. Не всегда, да, можно заставить. Да, иногда бывает, иногда и нет. Ну, это рынок. Тоже в час даже… Какой бы мы час не выбрали, вообще так скажу, даже если это будет вторая половина дня там по Нью-Йорку с 13 до 14, либо с 14 до 15, с 11 до 12, неважно. Часом тяжело попасть. Ну, вот так. Понятно, понятно. Все, давайте делать полтора часа. Давайте делаем полтора часа и не мудрим. С 17.30, ориентировочно, до 19. По датам, ну, понятно, что это будет где-то с середины февраля, вам надо продумать, подготовиться. Вот, ну, может быть, там, с 13 февраля я предлагаю подумать. Вот, там, понедельник, 13 февраля, выглядит как удачная дата. Так что я предлагаю тогда подумать вам, посоветоваться с коллегами, со своим расписанием, с 13 февраля на пару недель, с 17.30 до 19.00 по Москве, полтора часа в день. Если у вас будет возможность, мы с удовольствием. Хорошо, тогда согласуем, по датам уточним. Ладненько. Договорились. Ну, а во вторник, следующий вторник, как обычно, естественно, мы встречаемся. Хорошо, Максим. Окей. Спасибо. До новых встреч. Всего доброго. Спасибо и вам. До свидания. 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 Продолжение следует...